Спасибо большое за возможность представить первые наши данные по срочному гистологическому исследованию. Но я не буду останавливаться об актуальности проблемы ракопрестательной железы на данном Конгрессе, но мы знаем, что в ведущих клиниках позитивный хирургический край составляет не менее 10%, а это важный момент в отношении прогнозирования безрецидивной выживаемости, канцероспецифической выживаемости и общей выживаемости наших пациентов. Есть определенные требования к определению хирургического статуса. Это возможность выполнения инвива, это минимальный и экономически целесообразный ассортимент хирургического оборудования, высокая чувствительная специфичность, большая площадь исследований зоны предстательной железы и минимальность ложно-отрицательных и ложно-положительных результатов вследствие возможных хирургических вмешательств. Сегодня существует несколько вариантов, как можно применять и то, что разрабатывается во всем мире. Это различная фотодинамическая диагностика, оптическая конгрентная томография, конфокальная лазерная микроскопия и 3D-дополненная реальность. Сам вообще вопрос срочного исследования достаточно давно известен в хирургической практике. Мы знаем, что лидерами в этой области является Мартини Клиник, который активно пропагандирует свою методику, так называемую НЕРЭСЭЙФ, и демонстрирует хорошие результаты в отношении снижения риска позитивного хирургического края. Если посмотреть, какие существуют варианты гистологических средств, мы понимаем, что мы можем делать клинновидную резекцию части предстательной железы, можем делать так называемую слайд-технику, или мы можем делать определенную рандомную биопсию удаленной предстательной железы. Что мы пытаемся изучать в своей клинике? Для начала мы взяли 30 пациентов, которым выполнялась нервосберегающая техника, либо имелись противопоказания, нервосберегающая техника не выполнялась. Соответственно, мы пытаемся определить место биопсии посредством предварительного прогнозирования за счет МРТ, результатов МРТ и фьюжн-биопсии. Ну и, соответственно, гистологическое исследование выполняется интероперационно, и потом отдельно уже в плановой лаборатории обследуется это же место или место удаленного сосудистого нервного пучка при положительном хирургическом крае интероперационном. Наша первая и вторая группа, как я сказал, составила без неразбережения и с неразбережением. Мы нисколько их сопоставляли друг против друга, мы просто смотрели разные модели пациентов. Мы видим, что средний возраст 64 года, отличался, соответственно, уровень проста специфического антигена, там, где неразбережение не выполнялось, имели объективные онкологические противопоказания, и, соответственно, была разница в стадиях у этих пациентов. Ну и первые результаты, которые мы получили, и которые мы планируем дальше как-то анализировать и обследовать. Первая задача была посмотреть, попали ли мы в зону наличия опухоли при прогнозировании этого места, откуда брать биопсию. Невозможно взять много участков, потому что это долго, это тяжело экономически, тяжело по нашей патоморфологической службе. Мы видим, что, в принципе, более-менее, больше, чем в половине случаев в каждой группе мы попали в место, где была опухоль. Дальше, соответственно, оценивалось, была ли там позитивный хирургический край или не был. У пациентов, у которых стадия была выше, ПСА была выше, соответственно, и риск положительного края был выше. В группе неразбережения это составило 20%. Соответственно, у пациентов с неразбережением выполнялось истечение сосудистого нервного пучка с этой области, и мы видим, что в половине случаев, соответственно, при истечении и исследовании плана исследования тканей мы нашли опухолевые клетки там. Есть определенная миграция стадий из негативного хирургического края в положительный и также обратно из положительного в отрицательный. Это при сравнении цитогистологии и плановой гистологии. Ну и, соответственно, пока на наших маленьких группах мы получили вполне симпатичную специфичную чувствительность, там в районе 85-90-175%. Надо сказать, что само исследование занимает в среднем 30 минут. Это как раз время, пока есть возможность при необходимости либо выполнить лимфодисекцию, если она не выполнялась, либо, на самом деле, мы занимаемся этапом гемостаза и выполнением уретровизикального настомоза. Наши данные показывают достаточно эффективность и целесообразность использования этой работы, этой методики. Но, конечно, дальнейшая оценка, набор материала необходим в будущем, чтобы понять, насколько она имеет смысл на жизнь. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо. 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 Спасибо.